Чувствуешь себя дворянином? Почему? Потому что Дубровский. А, это? Да, я выдуманный дворянин, получается. А Дубровский, он не дворянин же был? Дворянин. Дворянин? Ну там у них была... Его батя был, там, дворянин, крутой князь, все дела. А потом там его какой-то... Он поругался с каким-то другим соседом. И тот у него все отнял. И тот умер, а этот куда-то ушел, там, что-то в разбойнике. А, и потом пришел через какое-то время обвязнуть должок. Да-да-да, мстить там что-то. Но вроде так, может, все по-другому, я точно не помню. Конечно, позорно, да, не знать? Однофамильцы? Однофамильцы. И что, нет? Вот мне, допустим, меньше повезло с фамилией. Я вообще никакой аналогии не провести. У меня фамилия Дыба. Ну, типа... Ну, на тебя сажали. Да? Ну, знаменитый... Фамилия не Бутылка. Это ты должен... Или не Героин. ...детям передать. То у тебя нет, должен был быть Дыба. Батя Героин. А ты Бутылка. А я Бутылка, да. Вот так вот, да? Вот такие вот у нас темы для разговора. Можно уже на пике уходить. Думаешь? Ну, уже круто. Ставьте лайки, всем пока. Почему не популярны какие-нибудь, знаешь, 7-минутные подкасты? Очень быстрые? Не знаю, может, не популярны. Мне кажется, прикольно так, знаешь, записывали 3 часа, и потом все за 7 минут рассказали, все идеи. Причем ничего не меняя, просто очень ускоришь. Люди с очень быстрой соображалкой, они вообще сказали, блин, спасибо. Вот это, видел видос, где Путину показывают, как, типа, для слепых оборудований, или там такой голос компьютерный. И что, вы сейчас все поняли? Да. Какой-то в пятом элементе Лилу Даллас, как она узнавала мир. Эти люди такие, да, для нас подкаст. Йо, не останавливайся, мой лайк тебе. Кстати, в этом подкасте будет такая тема. Впервые. Это 87-й выпуск подкаста. А это тема 87-й год. Расскажи все, что знаешь. Да. Это первый подкаст, в котором будет рекламная интеграция. О-о-о. А ты из Таганрога, да? Угу. У меня, кстати, была идея такая, я думал, сейчас вот этот коронавирус, и в каждом городе организуют... У вас тоже? А? У вас тоже? Да. Блин. Я в детстве, когда были всякие вспышки, какие-то там атипичная пневмония, был свиной грипп, я всегда радовался, что я в маленьком городе живу, что до нас не дойдет. Но это дошло. Это дошло. Я, короче, хотел сделать что? Хотел сделать конкурс на 5000 рублей между нами. Между нами? Ну да, просто. Я бы заплатил 5000 победителю. Ну, то есть, либо тебе, либо остался с 5000. Блин. В каждом городе есть этот штаб коронавирусный, там, который, горячая линия и так далее. Я хотел, чтобы мы с тобой одновременно позвонили. Один в один ты позвонил в Таганрогскую горячую линию, а я в Калужскую, и кому быстрее ответили, тот забирает 5000. Но у меня не ловит сеть. Черт. Ну, мне кажется, это был бы крутой челлендж. И кому первому ответили? Ну, мне кажется, мы обсиделись здесь два часа, и ничего бы не случилось. Вот. Такой подкаст. А что на горячей линии коронавируса тебе? То есть, это не больница, а просто какие-то люди? Это такой центр, который, видимо, распределяет жалобы. То есть, кому надо вызвать врача, они отправляют в регистратуру. Говорят, просто иди, ёптай, в больницу, в регистратуру. Еще один лишний звонок, да? Да. Кому надо скорую переднаправить на скорую, кому просто надо сказать, как кому грустно. Он тоже звонит. Какой-нибудь прикол расскажет тому, кто на карантине. Только на карантине грустно. Ну, вот я сейчас сидел, я сейчас болел коронавирусом, и мне бесило, что я заходил, короче, во все социальные сети. Я думал, я заходил во все дома, и мне не рады были. Поэтому у нас сонные, собственно, есть теперь. И ставил на дверях крестики, чтобы потом этот тип... У вас еще индийский штамп пока привез. И потом, чтобы все эти знали врачи, в каких домах чума. Я чуму еще разносил. Кстати, была история, я вообще охерел. Для меня всегда чума, это чума страшно, в средневековье умирают люди, это выкосило пол Европы. И тут я читаю новости, у меня родители живут на переулке Тульском. Есть такой вот переулок у нас в Калуге. И я читаю новость, на переулке Тульском вспышка чумы. Я матери звоню, говорю, у вас там, блядь, все нормально? Она говорит, да-да, что такое? Я говорю, у вас там, блядь, чума? Я просто представил, я заворачиваю на такси, а там пиздец, вот эти горы тел, вороны их доедают. Этот чувак ходит с этой... С повозкой собирает. С повозкой собирает трупы. И я говорю такой, типа, и всем похуй? Чума, блядь. А вот коронавирус так почему-то меня не пугает. Ты чем закончилась? История с чумой? Ну, ее победили в 20 веке. И типа там просто у какой-то свиньи или кошки оказалась. А, ну это чисто на людей не передалось? Ну, ей типа укол сделали или таблетку дали. Она такая, все, я больше, больше нет вспышки чумы. А у нас вообще есть иммунитет на чуму, по идее? Наверное, да. Наши предки выжили. И значит, у нас должно быть... Античума. А как бы, кстати, брали анализ на чуму? Вот если коронавирус в нос, вот когда тебе щекочет палочкой, блядь, вот по затылку, сзади. А чуму как? А чума вообще-то что? Я думаю, знаешь, я думаю, ну точно всех докторов вызвали Вова. Все-таки, блин, Вова чума. А чуму просто, да, там людей где-то закрывали в помещениях, да, изжигали, так лечили? Нет, просто уходили из города и все. Кто? Те, кто живы? Те, кто, да. Ну вообще там типа если чума, все, ну все, до свидания. Два дня и пиздец. Ну, блин. Это, кстати, говорят, что из-за того, что какой-то там кто-то решил котов убивать. И переубивал котов много. Человек-потрошитель? Да. Стервела-девиль. Вот, переубивала всех котов, и они перестали ловить мышей и крыс. И их стало много, и они всех заразили. Из-за этого чума была. А зачем он котов убивал? Не знаю. Просто по кайфу? Уж он пес. Я не знаю, зачем убивать котов. Нет, там какая-то была история, что то ли что-то там он думал, что в них ведьмы, то ли еще что-то. По-моему, что-то такое, что типа женщины, кошки. Это был Стэнли. Да. И, короче, всех попереубивали, и поэтому началась чума. Это какая-то конспирологическая или реально так и было? Ну, она реально так и была, но я не помню конкретно. Но что-то я вот прям где-то на каком-то YouTube-канале, который похож на правду, где очень умный кто-то говорит. А какие-то года чума? Наверное, 14 века. 13300 какой-то. А у нас была чума? Да. Была, да? Да. Как-то у нас она не... А у нас монголы тогда были, да? Первые в Америке звезд. Монголы перебороли чуму в едином поле. Нет, она была, она была тоже. Реально. Это, кстати, вот многие демы. Я недавно на YouTube попал, ну, короче, наткнулся на видео про Холокост. И такой, блядь, а я нихуя не знаю про Холокост. И я должен это узнать. И я узнал, что всего типа убили 6 миллионов евреев, а для нас, для русских, типа Холокост, это какая-то вот эта вот еврейская проблема. Мы ее не касались. И, прикинь, из 6 миллионов евреев 2 миллиона 700 русские. То есть это русские евреи. То есть это, оказывается, наша беда. Так хорошо, это все беда. Да? Я не отнекивался никогда. Такой, это что? Холокост? А у нас тут хрущев кукурузу садило. Вот это беда. Вот можешь во что-то залипнуть на Ютубе так? Да. А во что я могу? Блин, сейчас надо вспомнить. Я залипал на карантине чуть-чуть видосы, где просто показывались ползунки. И как, типа там сколько... Какие самые продаваемые альбомы в мире? И там просто бегали ползунки, типа Бритни Спирс. Там что-то, и там Минэм обогнал. И ты такой, блин... И там по всем темам есть. Там чуть ли не от населения Европы. Там в 13 веке тоже бегают, бегают. И ты такой, блин, вообще так не надо. Самая популярная игра, там телефон, самый продаваемый. И так круто вообще. Самая крупная компания. Там еще, блин, прикольно. Вот сидишь просто 3 минуты, смотришь... Они короткие, во-первых, да, вообще круто. Я в ТикТоке так залипал. В ТикТоке только бесит, что ты чуть-чуть посмотрел, и тебе никогда не показывают конец, и ты уже сидишь 2 дня, пытаешься найти полную версию. Это как в Север-Ток надулся, но какой-нибудь момент... Жестко ответил. Арам закончил. И там просто... Я не пойду с вами. Ты такой, это откуда, блин? Ну это подло. У меня, кстати, есть идея. Шазам для видосов. И это вообще бесит, что ты песню можешь за Шазамить, а видос нет. А бывает сидишь в баре, какой-то прикольный момент, ты так навел камеру и сфоткал, получается. И потом вспомнил вот этот момент. Потом всегда, знаешь, когда Шазамишь, потом никогда ты музыку не слушаешь эту. Да. Так и с видосами ты потом такой, что это Шазам? Я был в говно вообще. Я, кстати, реально тоже никогда с Шазама не... Просто типа, что за песня? Да вот. Или бы это... Шазам... Это... Все, я... Так я вообще понял. У меня самая моя любимая музыка, это когда я в любом заведении пьяный. Там моя любимая музыка всегда играет. Нет, но... Всегда разная. Я ее обожаю. Но потом никогда не слушаю нигде. А ты сейчас живешь в Москве или в Питере? В Москве. А уехал из Таганрога в Москву или в Питер? В Питер. А почему уехал из Питера в Москву? Захотелось. Что-то делать. Ну, я устал чуть-чуть от Питера. И какие-то были... Желание что-то сменить обстановку было. Всегда вот вопросы задаюсь. Мы же тоже находимся в маленьком городе. Примерно такой же, как Таганрог. А у вас сколько людей? 1400-500. У нас меньше получится. И многие тоже у нас молодые ребята уезжают в Москву, там, в Питер. Многие, конечно, возвращаются потом. Но есть же смысл сейчас куда-то переезжать? Есть ли смысл? Да. Есть. Ну, смотря... Зависит от целей твоих. Ну, у тебя какие-то... Если ты занимаешься стендапом, то точно есть смысл переезжать в Москву, в Питер. Потому что... Какие там сколько приедешь в Москву, а там их... Там открытых микрофонов в день 700? Ну, значит, тебе найдется местечко. Ну, это значит, что комиков на... Типа, куча. У нас вот в Калуге 10 комиков. Ну, надо, наверное, тоже не сразу переезжать, знаешь, в какой-то момент. То есть надо, допустим, в Калуге начал, чуть-чуть что-то поделал, как-то что-то оброс с каким-то мяском юмористическим, и потом такой, ну, надо куда-то двигаться. Потому что можно быть, типа, самым крутым в Калуге и в толку от этого. Согласен. Тут еще зависит от желаний. То есть кому-то это круто, сколько-то раз выступаешь, вообще классно, тебя там какие-то люди любят. Ну, еще плюс вот такое, есть же два пути развития. Вот, допустим, я для себя... И вообще мне нравится очень стендап. Мы пытались сделать стендап в Калуге очень давно, и делали достаточно успешно, там, заморачивались, я там, я не знаю, перед каждым выступлением писал себе текст, там, трес, все выходил, там, забывал, там, вот это вот все. И относился как-то к этому, вот, к стремному. Потом в какой-то момент мы все забросили это дело, хотя это было, типа, лет 8 назад, еще вот, когда только начинал, тем более в провинции это вообще было что-то такое. И потом в какой-то момент я решил выйти выступить, и понял, что я вообще не испытываю никакого, ну, то есть вообще мне пофиг, спокойно. И понял, что стендап это отличная терапия, и жизненные, возможно, жизненные рефлексии такой. Я вообще хочу, чтобы стендап рассказывали все. Не обязательно, чтобы он был смешной. Вот правда, вот я когда слушаю комиков, мне не обязательно, чтобы это было смешно. Мне важно, чтобы была какая-то мысль, какая-то идея, и я видел, что человек, рассказывая это, перерождается в какой-то степени. То есть он это пережил. Ну, то есть не просто, когда вот выходит, а типа шутит. Замечали этих бабок, которые, блядь, бабки? А вот когда ты вот, ну, когда вот он не просто эту бабку заметил, а потому что вот он как-то это пережил в себе в голове и использует как такую психологическую терапию. Я считаю, что все должны рассказывать стендап. Продавщица с пятерочки, блядь, мне кажется, она насобирает больше, чем кто угодно историй. И есть два пути, да? Первый путь этот коммерческий, назовем его путь ТНТ. Это огромное количество эмористических проектов. Это вот эти монологи там по 7 минут, по 3 минуты. Такой вот телевизионный формат. И есть второй путь, это второй путь такой андеграундный. То есть никаких съемок. Тебя любит тусовка, там, условно говоря, знает какая-то, да, что ты вот такой вот местечковый, возможно, там такой нишевый комик, который нигде не снимается, не выкладывает свои концерты. И мне вот нравится больше второе. Потому что больше второе, для меня больше похоже на то, что вот происходило, например, в Америке с развитием стендапа. Как это все вот производилось из какого-то движения дурачков, смеющихся, в отрасль. Вот тебе ближе, что быть таким вот андеграундным, крутым чуваком или Русланом Белым? Ну я не знаю, сейчас, много информации я получил. Сейчас надо обработать ее, выразить. То есть, ну тут тоже ты, получается, вот ты андеграундный чувак, кто-то тебя любит. Это, блин, зависит от цели. Я вообще считаю, что кому как удобней. Ну я бы хотел, чтобы все-таки видели люди, что я делаю. В какой-то момент, может, там, ты видишь, тут еще есть средние пути. То есть, есть вариант, да, когда ты каждый там все время, там, поскольку-то по коротких выкладываешь монологов, еще что-то. Но есть вариант, когда ты, знаешь, что-то подкопил, там, выпустил. Хочется бы хорошо делать, типа, и чтоб людям нравилось, наверное. А что же, вот быть в каком-то местечковом, это можно, знаешь, зарыться в каких-то непонятных моментах в плане того, что... Сейчас скажу. То есть, в непонимании ты вообще в каком находишься положении. То есть, кому-то это и хватит просто считать себя классным чуваком. Я вот в Питере был какой-то чувак, не помню, как его зовут. Он там выступал, вроде что там... Ну он начинающий был, он что-то выступал, рассказывал, а потом бросил, потому что он говорит, а зачем? Я вот придумал, мне смешно, а зачем мне их еще одобрение? И вот он перестал выступать. То есть, если так, вообще идеально. Нет, ну я согласен, что вообще надо выступать. А про мысли, вот это то, что мысли, я вот как будто слишком много об этом говорится. Вот мне чем нравится, вот я для себя в последнее время нашел отличие американского стендапа от нашего во многом тем, что там, знаешь, больше... У нас люди реально слишком о своей жизни рассказывают. Вот типа вот я там работаю где-нибудь, каким-нибудь... Любая профессия. Пожарный. Я прожарный, вот мои пожарные дела, вот пожарная моя боль, пожарное это, это, это. И это один раз интересно про пожарного послушать, но когда каждый раз ты такой, ну мне расскажи что-то, что я могу с собой сопоставить, еще что-то, а люди такие, вот у меня там тут, тут, тут. Просто как будто выглядит, это как такой стендап, знаешь, я его называю, корреспондентский. То есть, ты корреспондент своей жизни. То есть, у тебя что-то произошло, сразу я из этого что-то достану, выручу, дободаюсь до каких-то фигней просто, и вот лишь бы вот достать. А в американском, там тоже, наверное, много такого, но там как будто ищут какие-то юмористические идеи. То есть, даже то, что мы говорим у них мысли в каких-то концертах, это все равно в первую очередь юмористические мысли, которые, знаешь, вот он ее говорит, и ты такой, у тебя в голове, а, да, вот, забавно. Вот это, ты такой, блин, вот это. То есть, ты не думаешь, вот это он открыл мир. То есть, когда вот перебор с этим мыслительством, то вот это мне не нравится. Это как будто подмена написания шуток. Я думаю, что здесь причина как раз в том, что наш стендап развивался, начал развиваться в широком смысле, именно в телевизионном формате. Люди привыкли, что надо, то есть, вот у тебя есть там 7 минут, за эти 7 минут надо сделать смешно. То есть, должна быть плотность юмора выше гораздо, чем у американских комиков. Так нет, 7 минут надо делать смешно. Понятно. Ты за 7 минут ты не сделаешь, ну, сложно сделать, знаешь, какое-то что-то интересное. Потому что после третьих монологий там в Saturday Night Live, они точно так же выступают, там, твум-твум-твум-твум-твум. Потому что в 7 минут некогда что-то. А вот я такой, что-то мыслитель, там, ну, некогда такое. Потому что ты начнешь мысль, и у тебя уже конец выступления. Поэтому. Ну, лучшие 3 стендап-комика русских. Русских, которые мне нравятся, вот концерты, мне вот 2, наверное, которые очень сильно нравятся, концерты русских, вот Саша Малой и Руслан Белый, 2 концерта мне нравятся. Белый, где разными цветами блоки? Ну, которые вот последние, которые были. Ну, да, наверное, вот этот. Мне кажется, вообще классная. Супа-дупа. Не, мне тоже нравится то, что, меня вообще раздражает то, что... Короче, я считаю, что все комики смешные. Если тебе не нравится юмор этого комика, у тебя есть мышка или там палец. Ну, просто переключи. Поэтому, ну, я вот, мой топ могу сказать. Артур Чапарян. Просто 199. Очень классный концерт. Сама идея. И вообще, вот, он, чем мне нравится? Он мне нравится тем, что он дает, он новую ступеньку достраивает. Ну, то есть фигня по факту. Но никто не выпускал платный концерт русский. А он взял и сделал за 200 рублей. Ну, фигня. Но, тем не менее, этого не было. И это хлоп, новая ступенька такая вот нарисовалась. Хотя она очевидная. Я думаю, что все об этом думали. Все так иначе хотели. И все так или иначе и сделали платный концерт. Просто снимали. Ой, выкладывали бесплатно. Ну, так иначе люди же за деньги пришли. Но, тем не менее, хлоп, вот маленькое, то есть такое развитие, стендап-движение в целом, прикольно. Мне очень нравится. Это как будто ты вот говоришь, это круто. Это не про стендап, а про что-то другое. Ну, именно про... Про бизнес. Ну, какое-то вот развитие как отрасли. Ну, да, в этом плане. Соответственно, ну, образно говоря, другие комики поймут, что это тоже можно делать. Соответственно, это больше денег, это больше мотивации, больше желания. Люди начнут привыкать, что стендап это не просто дурачок, который вышел там и просто наговорил какую-то чушь. А этот человек, который работает над этим долго, там, не знаю, выступает катастрофически много на открытых микрофонах, там, каждую шутку проверяй. Люди начнут это понимать, уже как бы понимают. Но у нас пока еще нет, конечно. Так, второй комик, который мне очень нравится, русский. Это же не... Ну, Орлов, наверное. Ну, Орлов просто потому, что... Вот такой комик нужен иногда в жизни. Ну, типа, вот... Ну, когда вот... Вот такой вот... Когда вот, как он сказал, новый русский Павел Воле. Вот такой вот иногда прикольно. Вот бывает, наткнешься там где-то и такой, типа, ну, блин, я не ржу прям вообще в покатуху. Ну, так, типа, наш комик, вот, русский. Вот. Ну, и третий, конечно, Никита Дубровский, да. Это был третий Грин Парк. А четвертый Грин Парк и беседка в Грин Парк. Американские комики, твои любимые, три. Три. Я не знаю. Ну, вот у меня по двойкам, получается, Луис Си Кей, Билл Бёрр у меня тут... Билл Бёрр прикольный. Но мне не нравится его очень агрессивная манера. Он как будто вот он на меня орет всегда. Вот я включаю, как будто я провинился. Он прям вот... Он мне прям вот как малой, он вбивает прям материал в голову. Мне кажется, он смешно злиться. То есть, есть, когда злятся, вот есть... Блин, забыл. Блэк фамилия, такой старый американский. Луис Блэк вроде. Или нет? Ну, он, короче, вот он злится просто, как будто сейчас ему плохо станет. Он просто... И ты такой, блин, я боюсь из-за тебя, из-за себя, из-за всех. А Билл Бёрра как будто у него злость такая, которая все равно... Ну, она комичная такая, он считает. Я по-моему расслабонюсь, да. Мои любимые Джо Роган и Дэйв Шапелл. А недавно еще посмотрел последний концерт Кевина Харта, и я вообще орал. Вот это... Обычно я над американским стендапом прям не ору. То есть, когда я прям вот смеюсь в голос. Над Кевином Харта я не ожидал. А какой это новый какой? Который был переведен на русский вот последний, там, я не помню, 17-го года или 18-го. Вот последний переведенный, который я нашел. И, короче, я орал с того, что это охренеть чувак крутой. Ну, типа, помимо как стендапа. Очень богатый, очень успешный чувак. Во-вторых, оттуда... Тебе нравятся такие, да, все вокруг. То есть, ты не сам концерт оцениваешь, такой... Ну, нет, и сама вот какие темы. Во-вторых, как он сделал поперечный, видимо, украл у него эту идею. Он выступал в центре. То есть, сидели вокруг него люди. Это тоже прикольно с точки... Ну, мне кажется, так сложнее выступать. Когда ты понимаешь, что люди сидят вокруг тебя везде. И их там сидело, типа, там 30 тысяч человек. Вот стадион сидит. И ты вот, ну... Тут вроде сцена, она как-то тебе помогает. Ты как бы себе территорию отделил. А ты такой, это мое, я вам туда закидываю. Не смеетесь? Я такой, ну ладно, другое закину. А здесь ты ограничен. И он рассказывал историю про то, как у его друга есть отличный ребенок. Отличный ребенок. Он девочка. И друг оставил у Кевина, типа, ее, а сам пошел там по каким-то делам. Вот. И Кевин говорит, она говорит, реально отличный ребенок. То есть, из разряда там она спрыгнула с дивана, встала вот так, и говорит, это десятка, это десятка. Я говорю, блин, да ты отличный ребенок. Она села за стол и говорит, это у вас гранит? Я думаю, блин, ты отличный ребенок. И в какой-то момент я так сдружился с отличным ребенком, выхожу в гостиную, а на полу куча говна. Я думаю, блин, отодвигаю памперс отличного ребенка, там ничего, там сухо. Я просовываю туда два пальца, там все чисто. Я думаю, блин, кто насрал? Я смотрю, но это не собачье говно. Я уже начал ругаться на собаку, но это не собачье говно. Я пошел смотреть камеры видеонаблюдения, а насрали в том месте, где камера не смотрит. Я пошел будить жену, спрашивая, не знает ли она, кто насрал. Может, она насрала? Я говорю, вот он это долго рассказывает, там вот это все идет минут 15. В конце он начинает там говорить, типа, я уже все думал, может, это я насрал. Просто не знаю, оказалось, что, короче, на самом деле, что отличный ребенок научился отодвигать памперс, срать и задвигать обратно. И он, типа, ебать на друга так хуел, но это было первым, мы об этом сказали. Мне просто сама вот эта история от такого чувака, и как он ее реально переживал, и я ощущаю, я понимаю его в этот момент. И мне, ну не знаю, мне очень прям этот концерт зашел. Надеюсь, что... Но с другой стороны, они комедией занимаются там с 80-х, 70-х годов, там с Доли Мэйта какого-то и так далее. Мы комедией занимаемся там, ну, вот именно стендапом, ну, там 7-8 лет. Ну, вот так вот. Я думаю, что вот Саша Малой, там вот эти все, которые сейчас там, они, я думаю, через 20 лет, если продолжат этим заниматься, будут вот такими же Луиси Кейми, там, Джо Роганами, Беллами Берро, там... Нет, дай бог, дай бог. Малой, наверное, будет как Джимми Карр, но хотя он сейчас более успокоился и... Нет, Джимми Карр вообще другое же. Это, которые... Это, которые шутят. В онлайне. Да. Но я к тому, что очень жестко. А, в этом будет. Малой тоже жесткий. Ладно, а что делает сендап-комик вот обычный? Вот ты в Москве, вот проснулся ты во сколько? Ой, ну так, что-то, ну, в 12, допустим. Ну, а лег? Ну, в 2, в 3, наверное. Ну, вот проснулся и что делаешь? Я пытаюсь... Что-то покушать, во-первых. Что-то людям не нравится слово покушать. Я так привыкал говорить, а все говорят, что это что-то детки едят, о, кушают. Нет, я тоже кушаю. Кушаю. А ты что? Ну, я просто замечаю, иногда говорю, что люди такие... Я, бля, жру! Ты кончен, и так смотрят, типа, ты... Я не понимаю, в чем... Ну, никто никогда мне не объяснил еще, в чем. Порои все говорят, ну, это детки кушают, а взрослые едят. Я такой... Ну, никто не объясняет. Нет, это если бы детки на тебя так выебывали. Слышь, блядь? У тебя есть свое слово. Оставь его нам. Ем, ну, я что-то пытаюсь, что-то придумать. Дома сижу. Ну, какие-то... Смотрю заметки свои, пытаюсь шутки придумать. Очень уныло. Прям сидишь, ты, ну... Не, ну, я смотрю, какие у меня есть. Я сейчас что-то завел, какой-то порядок более-менее в материале, наконец-таки. Что там какие-то есть, что надо дорабатывать. Смотрю, такой, ой, может сюда что-то могу попридумывать. То есть, ты выделяешь прям время себе, там, несколько часов, когда сидишь и пишешь. Ну, это все очень так хаотично происходит. То есть, я могу сесть, через две минуты могу встать, отвлечься на что-то, потом опять. То есть, это просто хаос какой-то происходит ужасный. То есть, я бы хотел, да, сидеть и вот так вот... А то я включу какой-нибудь, вот там могу видос посмотреть, еще что-то, то есть... А вечером? Вечером, ну, иду выступать сейчас его куда-нибудь. Ну, не каждый день, но стараюсь. Бывает каждый день. Ну, такие там, то есть, в первой половине недели поменьше, там, ближе к концу, побольше, там, по несколько раз получается выступить. Просто открытый, там, минут на пять, на семь. Ну, да, там открытый, но если есть какие-то такие платные выступления, то, да, то есть, там бывает, что... Ну, вот у меня как-то выходит сейчас по субботам, там, раза четыре, получается. В день. Угу. То есть, ты выходишь, там, с шести, там, до девяти. Ну, многие больше, там, что-то там... Ну, это ты в разных местах. Ну, да, да, да. Ну, вот вчера я выступал три раза на одном районе, я выступил в одном месте, потом пошел в другое и вернулся в это место. То есть, там, все в рамках десяти минут ходьбы. И сколько по времени выступления? Ну, минут по десять, где-то так. И, типа, просто вот в этом, наверное, как раз и есть смысл переезда в Москву, потому что есть возможность много где выступить. Ну, да, ну, да. И проверить материал, потому что я вот, когда этого не понимал, ты выступаешь сегодня, и ты такой думаешь, ну, я, наверное, бог комедии. Я, наверное, сделал все. Ну, все в разрыв, все смеются, ты такой думаешь, все в заметках смеются. Думаешь, ну, все, концерт снимаю, я погнал. С этим же выходишь там на другую аудиторию, либо на эту же аудиторию, но там в другой день. И вообще тишина. Я такой думаю, что, эй, вы что, дебила? Вот там сидели. Они-то понимают, а вы-то нет, бля. Поэтому, да, выступать надо больше. А вот сейчас ты ездишь, выступаешь с концертом. Ну, есть какой-то у меня там час приблизительно. И сколько ты его собирал? Блин. Ну, там, наверное, все в основном за вот за прошлый год. То есть там сильно материала, который я там записывал, вроде нету. И, ну, получается, за год сколько-то есть вот материала такого. И сколько вот концерт, как думаешь, живет? Не знаю, но мне вот сейчас не нравится тот материал, который я в том году написал. То есть я его рассказываю без отвращения, но я понимаю, что там я упустил моменты все добить. И как будто уже не получается это добить. Уже просто какие-то куски такие. Ну, они нормальные, рабочие, просто как нету там часто конца или еще хочется какую-то шутку. А вот в этом году я начал что-то доводить до конца какие-то, добивать, докручивать шутки новые сразу. И как будто вот мне они сейчас нравятся сильно. Ну, я не знаю, может, сейчас в этом, в иллюзии нового материала. Знаешь, когда ты новое придумал, и такой, блин, ну вот теперь я точно могучий тип. А потом через полгода такой, а, ну опять это. Ну, не то, что плохо, просто от него устаешь уже, не видишь в нем какой-то прикола какого-то, который тебя радовал. Ну, цель вот концерта, вот ты его сейчас поедешь, там, сколько ты городов отъездишь с ним, а потом запишешь, выложишь или что? Блин, вообще не знаю пока, чего, кого. То есть какой-то, я, может, даже то, что какую-то бы часть точно бы хотел записать. Ну, там, допустим, когда у меня соберется, там, 20 минут тех, которые я такой, ну, тут каждый биток, мне нравится, все класс. И вот в таком бы формате хотел бы, там, записать минут 20, наверное, пока. У меня есть опыт записи концерта, это ужасно. Я решил записать концерт, что-то где-то в течение года выступал на открытых, разных много, ну, насобирал, и, как мне казалось, прикольный. Ну, мне оно веселило, и хороший, на мой взгляд, был концерт. Я его решил сделать в свой день рождения, сделал, записал. Тогда, естественно, там все более-менее заходило, и людям было смешно, потому что все знают, что это мой день рождения, что это все, вот, половина мои друзья, и все, вот, это было легко. Я посмотрел, и мы записали, классно, там, с трех камер, все прям, ну, было круто, ну, снято прям, как положено. Но я никогда это не выложу, это, я посмотрел, это, думаю, это, это, как, просто интересно. Ты, типа, смотришь, как что-то, и мне так было обидно, что через неделю меня пригласили выступать с этим концертом в другое место, очень крутое место, мне очень понравилась сама атмосфера, там такие были кирпичные, старые такие, дореволюционные потолки, такой подвал, и я сидел, прикольно, что мне нравилось, что ты на сцене выступаешь, ты не видишь людей вообще в зале, ты видишь только вот эти силуэты, эти трясущие все, вот это вот, ну, добавляет прикола. Тебе, ну, и было народу очень много, больше, чем на том концерте, и концерт прошел идеально. То есть вот реально я прям сам поймал вот эту энергию какую-то, и прям вот было круто, и, естественно, он не снимался, и я такой, сука. Поэтому я думаю, что, я не знаю, как ребята записывают концерты, я уверен, что и концерт, он должен какое-то время еще пожить, и, возможно, даже несколько раз записаться для идеальной записи. Ну, вот я недавно начал думать, что реально, прикинь, ты сколько-то работаешь, и потом, зная, как по-разному проходят мероприятия всегда, то есть ты можешь с одним и тем же материалом и круто выступить, и отстойно, и вот это, ты, прикинь, год там пишешь материал, и потом у тебя есть один шанс записать. То есть это как будто очень несправедливо по отношению к материалу. И совсем другое, у тебя ответственность другая, ты уже, наверное, напрягаешься лишний раз. Ну, это тоже, да, добавляет. Конечно, можешь с опытом, когда ты там записываешь их, я не знаю, там, концерты раз в неделю, но я думаю, что, ну, короче, концерт — это такая история. Ну, оно точно, да, волнительно, потому что как-то говорили, Луи Сикей говорил где-то, что он перед каким-то концертом, то есть он его написал, проверил, съездил в тур с ним большой, и потом там за ночь до записи он что-то загнался и там звонил продюсеру, давай все отменим, мне кажется, очень плохо. И не снял? Не, снял все. Бросил сюда. Ты что, охуел? Нет, я тут подрочил перед горницей, все, я буду, буду, все хорошо. Какая твоя финальная цель? Финальная цель, не знаю, выступать, я вот в декабре понял, что я уже просто счастлив тем, что могу этим выступать и зарабатывать стендапом, уже круто. Ну, много получается зарабатывать? Ну, мне хватает, не надо кредит. Ну, хочешь, типа, вот, ну, я бы хотел, наверное, записывать, значит, периодичностью какие-то концерты выкладывать, или какой-то, может, просто, я не знаю, сейчас вообще имеет смысл концерт, какова его, каков смысл концерта? Ну, типа, в летописи остаться, что вот был такой концерт, как вот, знаешь, там, смотришь, там, Луис Си Кей, Бостон, 2010. Ну, вот, они как будто, они привыкли, ну, раньше куда-то там это помещалось в какую-то сетку, прочее, и они как будто привыкли так существовать, вот, типа, вот, по часу, часу. А вот если вот тот же Луис Си Кей выкладывал бы просто по 10 минут, это было бы хуже? Я думаю, да. То есть, какой-то, придается, событийность, да, появляется? Монолитность какая-то появляется. То есть, ты, на мой взгляд, ну, то есть, ты понимаешь, что это вот, ну, час, это прям вот, он такой выстраданный, это такая большая работа, долгая, возможность больше рассказать, больше поделиться чем-то. Ну, а когда вот 10-минутный, ну, то это вот, поэтому, я почему спросил этот вопрос про вот эти два пути, у нас же как, ну, типа, есть шанс там, да, вот, ну, стендап на ТНТ, ну, вот, выходить с этими монологами там по 7 минут, ну, да, там, наверное, концертов побольше будет, ну, подписчики там прибавляются, еще что-то, но тот ли это путь, который вот должен быть? Выступать вот так вот, там вот есть люди там, которые выступают по, вот, они точно все ушли там, всякие, типа, такие Слава Комиссаренко и так далее, они сейчас вот как раз ушли вот в эту монолитность больше, куда-то в ту сторону. Ну, еще какой-то момент, надо научиться выступать 10 минут сначала, как будто бы. Слушай, я не могу представить Луиси Кея в каком-нибудь аналогичном шоу в Америке на каком-нибудь телеканале, где он и еще там 7 комиков выступают 7 минут. Да, я думаю, ну, в 90-е легко можно было представить. Ну, хотя, да, когда помоложе было, может быть. То есть сейчас-то, да, ну, ну, это как будто надо, это, знаешь, какой-то этап, то есть странно, да, все время так существовать, наверное, это не очень, то есть и для тебя, и для всех, ну, то есть, может, для каких-то, то есть, все равно это рамка такая серьезная. Но, мне кажется, вот этот момент тоже, знаешь, типа, говоришь, что это два разных пути, нет, мне кажется, это, возможно, один путь, просто это, вот это одна ступень, первая, научиться вот столько выступать, как вот совсем, то есть вначале же 5 минут было сложно выступать, ты такой, 5 минут, ничего себе, 15, ты такой, блин, реально, полчаса, блин, у меня спина болит, ну, а потом такой час, ну, в принципе, реально. То есть и тут надо, знаешь, научиться, потому что часто, знаешь, кто-то, у кого нет 5 минут, у них уже сольник есть, и вот это как будто странно, то есть надо разобраться с 10, потом чу-чу-чу-чу-чу, и вот к сольнику приходить. Просто смотрю, например, у нас же первый стендап, да, ну, там Павел Воля, например, ну, что он сейчас делает, где стендап-то, Паша, где, мы уже поняли, что ты Лейсан любишь, ну, где еще, все уже какие-то шоу, то есть, ну, не. Не, ну, он выпускает, там, вот, надо просто следить за Камеди Клабом, там, вот. Что-то шутят они, да? Не, ну, я думаю, у него много монологов, он что-то недавно где-то говорил, что у него там что-то, там, что-то много часов материала за год. Ну, короче, я вот... У него сольник тоже там есть. Сольник, я все его смотрел. Ну, новый смотрел? Последний, да. Да, я не смотрел. Я и Мартирасяна сольник посмотрел. Не смотрел. И вот кто, что, блин, мне так нравилось. В сольнике Мартирасяна одно. Я отчетливо ощущал, как он обсекает штаны. То есть, я ему стрёмно. Вот это, что он гонит постоянно, не дает там смеяться, смеяться. Все вот еще... И вот это прикольно наблюдать, что ты, опять же, смотришь за, ну, мастодонтом юмора. Таким отцом-основателем одного... Ну, то есть, он такой прям... Большая величина юмористическая на российском юмористическом небосклоне. Звезда. И когда он пробует для себя новый жанр, и ты видишь, как ему тяжело. Несмотря на... Ну, то есть, он как-то не уверенно так. Вот это меня подкупило. Естественно, конечно, это не очень смешно. Когда он рассказывает про проблемы с карточкой, там сняли деньги у него про метро. Какой-то думаешь, блядь, иди ты нахер. В Роллс-Ройсе тоже что-то за проезд берут, что ли? То есть, тебя подкупило то, что он страдал, да? Ну, не страдал, а вот это вот какая-то, знаешь, такая детская... 102-ст новость какая-то была в этом. Ну, то есть, получается, это должно расстраивать. То, что, прикинь, такой человек, и вот так, допустим, не так вот. А мне, наоборот, это нравится. Ну, не то, что нравится. Ты любишь, да, всякие трэш-стримы, вот такое, да, где люди... Да. Кстати, я правда фанат этого. Отважаю. А тут, прикинь, на ТНТ показывают. Взрослый человек страдает сейчас, блин, вот так круто. Да, еще вот эти переходы, где он там чуть ли не с Бастой дерется. Думаю, не хуй, вы это придумали, блин. Ага, и что это? Ну, там было между вот этими блоками, он там что-то уходил за кулисы, и там тоже были съемки. А, да. То ли он там с Бастой дрался, то ли еще что-то. Ну, то есть, там какие-то прям с Киркоровым там что-то было. Ну, то есть, прям вот... Я что-то пропустил. Я такой, вот, нифига, вы это прям... Вы это прям сделали, блин. Придумка. Я вообще мимо пропустил. Прикольно, блин. Ну, это больше какой-то, получается, варите у него получилось, да? Ну, это... Что-то спел, что-то... Шоу, да, что-то спел, что-то станцевал, какой-то стих рассказал. Но, тем не менее, прикольно. Я думаю, что вот мне бы было интересно слушать стендапы очень крутых чуваков. Если бы они бы написаны были сами. Ну, вот. Так тут вопрос. Ты вот говорил вначале про ту штуку, что продавщица... Тебе интересно там, чтобы все рассказали... Там продавщица рассказала стендап, и она там может рассказать какие-то глубокие вещи. Но вот мой опыт подсказывает, что какие бы люди с какими бы классными не были историями жизненным путем, они, когда начинают заниматься стендапом, там в первую очередь лезет очень все банальное, глупое... Ну, не глупое, а такое все очень... Ну, видно, что это... То есть там глубины точно нет. И глубина появляется у людей потом уже, когда они там через сколько-то времени... То есть я не видел, чтобы кто-то там новый, и он такое сказал, что такой... Блин, ну вот это ты, конечно, удивил. То есть надо этой продавщице еще 10 лет погонять по микрофонам. Начать с детско-юношеской лиги КВН в Ставрополь. Проходить все это. Но я думаю, что за стендапом все-таки будущее. Стендап — это очень круто. И в отличие от других юмористических жанров, он, с одной стороны, более простой и более понятный, но, с другой стороны, на мой взгляд, очень сложный. Наверное, самый сложный юмористический жанр. Все-таки в миниатюрах с тобой есть кто-то, и ты такой, типа, ну, если я там что-то это, мой кореш меня подхватит, я вроде как бы заряжусь, там выпаду, но чуть-чуть можно выпасть. То в стендапе очень тонко понятно, где ты пиздишь, если ты не говоришь о том, что ты пиздишь. Ну, сразу как-то этот фальш чувствуется, это какой-то трушности добавляет, когда ты слушаешь и смотришь. Не знаю, мне кажется, много людей нас обмануло, просто мы об этом не знаем. Да, на самом деле Щербаков не работал в метро, и жена у него пиздец, кандидат наук. Не, ну, я думаю, куча есть моментов, где там люди так что-то говорят. Ну, то есть, я вот это не знаю, что толку мне, что он правду сказал, но мне плевать. Ну, я согласен. Тут тоже, знаешь, может быть, эмоция, знаешь, ты почувствовал эмоцию. Вот у того же Луи Сикея была шутка про то, что он там заехал в дорогой дом, и сосед на него, типа, косо смотрел и подошел к нему разобраться, а он, типа, выглядел ужасно какой-то потертый, и тот ему говорит, что ты тут живешь? Он такой, не, я тут не живу. И, типа, он начал ему все в этом духе отвечать. Да, и вот так, ну, типа, на этом все строилось. А потом он где-то на каком-то интервью или где-то говорил, что вот эту шутку он придумал просто, на него чувак косо посмотрел, и он ее придумал. То есть, это что, он говорит? То есть, он нас обманул, но он это так сделал, что такой, блин, вообще красава. То есть, вот эта трушность, не знаю. Но трушность, я не об этом. Трушность, а какая-то ментальная трушность. Ты понимаешь, что ты, выстраивается какой-то мостик между тобой и комиком, и ты, неважно, что он говорит, ты начинаешь понимать, ну, как будто вот какой-то новый уровень развлечений, доселе невиданный. То есть, допустим, есть же четкое различие там сатириков вот этих вот, которые рассказывали в «Кривом зеркале». Хотя по факту то же самое. Ну, по большому счету тоже один чувак стоит, рассказывает шутки, которые он там придумал, написал, либо написали ему КВНщики, не очень успешные, но неважно. Ну, это другое какое-то, вот это вот. Ну, тут просто есть эмоция в стендапе такая, что, ну, реально, тут же вот эта там позиция, прочее, о чем говорят, что это, ну, и есть твоя эмоция по отношению к какой-то вещи. Допустим, тебе вот какие-то злит что-то, и ты делишься эмоцией. А там, допустим, тех же миниатюр, это все равно больше ты там не изнутри, а о чем-то шутите. Вы там вот шутите о каком-то персонаже или чем-то таком. То есть, получается, вы все равно как будто не своим мнением делитесь, а в стендапе своим, может, вот это. Но я не знаю, насколько людям это все интересно, слушать твое мнение. Я бы хотел, чтобы стендап процветал вообще всю жизнь, но это в моих интересах. Но не знаю, насколько людям это все будет. В какой-то момент они не устанут вот здесь слушать какие-то... Да нет, но это, опять же, отличие нашего стендапа, что наш стендап, вот как правильно ты сказал, он все вот... Ну, то есть, американцы не боятся выебываться на других, а наши в основном выебываются на себя. Типа, а вот я, а вот это я заметил, а вот я такой, а вот у меня там вот это, а вот я такой. Но, мне кажется, людям, русским, приятнее смотреть, что кто-то хуже, глупее, тупее, чем он сам. Не, ну я думаю, везде так. То есть, это всегда работает, что ты такой, какой-то не такой. Ну, то есть, я не думаю, что тут есть какие-то такие... Мне, кстати, вот в этом понравился концерт Усана Белого, что он наоборот говорил, да я богатый, пиздец, у меня денег до хуя. Деньги, пиздец, до хуя. Я просто богат. И ты такой, ну, бля, круто, заебись. Не, ну он там все так сделал, что я такой, блин, вообще класс. Но мое любимое выступление, вот почему я как раз тебе поговорил за мысль, это выступление Джо Рогана, где он рассказывал про водных людей. Когда он с друзьями обожрался мармеладных мишек с травой, они поехали на лодке купаться, и появились дельфины. И он там долго разгонял сначала про мишек, там из-за заряда, что он приходит в магазин, там стоит такой чувак с потлатой, с сальными волосами, и он спрашивает ему, типа, ну, мармеладные мышки, а сколько надо съесть, чтобы вторгнуло, и он там отвечает ему, только лапку. Типа, нахуй тогда ты продаешь целых мишек, и типа они там нажрались этих мишек, и там долгие, там полчаса он это рассказывает, как они сидели, он говорит, появились дельфины. Вот эти вот, типа, ты плывешь в лодку, и вот глаз такой. Я начал задумываться, а что если дельфин, у него такое же сознание, как у меня, только он дельфин. То есть он так же все понимает, только он, блядь, дельфин. И он там это долго разгонял, что типа, ну, дельфины же гораздо умнее, чем мы по факту, потому что если бы, ну, дельфина пиздец сложно поймать. Если бы люди жили в море, то достаточно было просто чизбургеров вот так перед берегом накидать, по-любому 2-3 долбоеба точно бы поплыли, попались бы. И дальше он начал такую рассказывать, а что если каждое живое существо на планете, это ты, проживающий другую жизнь. И что если секрет счастья в том, чтобы относиться к каждому живому существу на планете, как к самому себе, потому что ты просто проживающий жизнь с другим сознанием. И я такой в тот момент, ну, он, естественно, скинул это, типа, нихуя, я говорю, бля, мармеладные мышки, типа, разъеб. Но сам факт того, что ты реально из какой-то хуйни, но ты предложил, возможно, реально, фундаментальную вообще, блядь, ну, какой-то, ебать, там, люди 4 учебника по философии по этой теме могут написать. И вот это прикольно, что через вот юмор люди дают тебе возможность задуматься над чем-то важным. И это круто. У нас вот, например, не часто я такое пока вижу. Но я опять же ввиду того, что, видимо, просто у нас стендап развивается очень мало. Ну, да, да. Ну, просто нет у нас еще этой возрастной категории людей. То есть у них сейчас кто самые там крутые, это чуваки 50-летние комики. Ну, там, плюс, минус. 50-60. А у нас их и нету 50-летних. Не говоря уже 60-летних. То есть у нас пока это вот какая-то, ну, до 40 в основном. До 40, да. И то там до 40 там их несколько. Ну, да. Шац. А, ну, нет, ну, он уже к 60-летним. Шац один получается? Ну, да. Костя Пушкин. О, кстати, вот добавил. Костя Пушкин мне очень нравится. Костян просто. Я прям фанатею. Я считаю, лучшее шоу на Ютубе это самый умный комик. Это гениальная, гениальная история с малым, что вот он всегда в каждом шоу двоечник, и у него ничего не получается. Это же идеально, драматически сделано. Ладно, под конец подкаста есть рубрика. Называется «Разговор с самим собой». Круто, да? А кто будет говорить? Ты, конечно. Сам собой? Да. Вот эта камера, это ты, Никита, которому 15 лет. У тебя он хуяк появился, у тебя такой есть шанс сказать что-то Никите 15-летнему. Так, 15 лет, это когда было? Вчера. Водичку поставь рядом с кроватью. 15-летняя. Ты мне не будешь помогать? А надо? Я не знаю. Ну, не знаю. Это что, 15 лет, это 2007 год? У тебя все заебись, получается. У тебя все есть. Развращать ничего не надо. Да я не знаю. Так не, это же все, я скажу это, а он такой, ты девочко, что ты мне тут говоришь? Ну, скажи, пусть он скажет. Девочко, дебил. Самый девочко. Ладно, Никита, который ему 75. 75? Блин, брат, надеюсь, ты существуешь, не погиб. Да. Надеюсь, не злой старик. Я очень не хочу быть злым стариком, но боюсь, что все к этому идет. Я не задумывался никогда, какими я хочу быть стариком. Но я хочу быть добрым, который такой, вот, молодежь, молодцы, делайте. Так не будет. Но я хочу, постараюсь. Надо себе сделать какую-нибудь татуху, можешь сделать, типа, с напоминанием. Типа какой-то, типа, молодежь, норм. О, такую сделаю себе. Я никогда не хотел статуировку, но такую сделаю. Молодежь, норм. Будет выглядеть, как будто у меня уже деменция началась, я так, о, молодежь, норм. Как не мента фильм, да? Таблетки, шкафу. Надо чисто себе послание оставлять. На члене этим писают. Несу и в людей. Им это не нравится. 75, блин. Это какой будет год? 75. 2000 какой-то. 80, 60 какой-то. 2060 какой-то. А на счет 40? 45 лет. Блин, ну я хотелось бы пожить, конечно. Да. Будешь стендап рассказывать, интересно, в 75? Блин, я бы хотел бы. Но я понял такую вещь, конечно, надо еще, вот я не знаю, как даже правильно поступать, в плане того, что в какой-то момент стоит завязать, потому что мне казалось, в какой-то момент, что можно бесконечно этим заниматься, а потом иногда видишь какие-то примеры, и когда ты уже выходишь, и ты уже довольно-таки немощен, и возможно, надо раньше успеть, чтобы люди этого не видели. Но с другой стороны, это то, что тебя питает, и дает тебе энергию, и странно это выбрасывать, и плевать, что люди тебя каким видят, если это тебе чуть дает энергии, возможно, надо это делать. Поэтому вот не знаю. Но возможно, ты не будешь выглядеть немощно. Ну да, не, именно не про 75, а вот в какой-то момент, как будто что-то происходит, и ты такой уже, как будто видно, что ты какой-то дедочек просто грустный. Но хотелось бы по максимуму, да, конечно. Хотя я не знаю, тоже это может мне через год надоест. Хотя вроде... Не должно. Не, ну у меня как будто это только... Ну не то, что набирает обороты. Мне вот, я вот 8 лет занимаюсь, будет 9 в этом году, и как будто... То есть у меня не было... Знаешь, сейчас-то что-то начинаю с большого энтузиазма, и потом это вниз идет, а у меня как будто оно... Ну нормально был энтузиазм, но мне тогда нравилось то, что я что-то придумываю и это рассказываю, а потом мне в какой-то момент еще там пару лет назад или меньше может, начало нравится выступать. И то есть прикольно, что это я какую-то обнаружил новую штучку в этом всем. И может еще что-то обнаружил. Такое, ничего себе вообще, вот это открытие. Хотя может это и надоедает тоже. Какой-то момент. Ну кому-нибудь теперь просто, кто сейчас это смотрит, скажи чем-то. Блин, простите, мое косноязычие и рот мой. Так часто, это, наверное, надо что делать? Заниматься ртом? Не знаю, чтобы речь нормальная была. Потому что так просто буквы, звуки летят. А вот это какая-то абблигатура там радикулитно... Нет, это вот эта часть. Под губ... Под губ... Между губи. А как можно заниматься ртом? Ну какое-нибудь прогнение на дикцию. чужим ртом. Это и вам... Да. Это и сказать. Что-то не понравится, займусь вашим ртом. Займусь вашим между губи. Это я когда... Такое счастье было, когда вот карантин... Ну после карантина, не в карантин, а вот карантин закончился, и вот первое выступление было где-то... Какой-то сет-лист был в стендап-клубе или что-то такое. Вот я тогда пришел. И, во-первых, было очень круто. Все были рады друг друга видеть. И ты... Какое-то... Счастье было просто выходить. И там тоже дикция, все шло в очко. Но даже плохо выступал. Ты просто рад был, что выступаешь. Да, я шутку придумал тогда такую начальную про то, что я... перед выступлением размял рот, а для дикции или для сосания членов мы сейчас поймем. Ну и для чего в итоге? Не, нормально было. Нормально пососал, нормально. Ну людям что-нибудь скажи. А, ты сказал уже, да? Да, что я сказал. А цифру скажи. Цифра 23. Напишите в комментариях, я это смотрю 23. Я посмотрел твой фееричный интервью в газете «Комсомольская правда». Нет, я орал, блядь, а что, это какое? Где-то в Питере или где-то там тебя позвали на радио, на газету «Комсомольская правда». Ну, блядь, это прям вот... Ну, где сначала... Новости этот... Это видео? Да, там есть его. А-а-а. Да-да-да. Новости Санкт-Петербурга. Сегодня... А сегодня у нас в газете... И там вот эта подводка, знаешь, типа такой... Ну, из-за этого там... Что люди любят больше всего? Люди любят смеяться. А этот человек помогает им это делать. И сегодня у нас в гостях уже через несколько минут Никита Дубровский «Комсомольская правда». Я думаю, я... Блин, ну я помню, там было. Блин, посмотрите. Я добавлю... Вот я обещаю, я в описании добавлю эту фигню. Это вообще разъеб. И еще я видел твой подкаст. Где-то на диване сидел у чувака в гостях. Я не помню, тоже в каком городе. Там в начале подкаста была, типа, нарезка, типа, самых ярких моментов. Ну, обычно, знаешь, ты, типа, вот нарезаю там по два-три слова, чтобы было, типа, «И я охуел!» А она, прикинь, голая. А там вот, типа, вот эта нарезка, она была, бля, секунд по 30 куски. Знаешь, типа, вот, ну... Я такой начал, смотрите, вы там что-то, ну, так обсуждаете, типа, там... Ну, я потом переехал в Питер, там, ну, и так долго. Я такой, думаю, подкаст начался, а потом хуяка пробовал. Таких вот, типа, кусков восемь, ну, долг... Ну, очень долгая нарезка. Ой. Блин, ну, надо везде ходить и обсуждать предыдущие походы. Да, я как парикмахер. В следующий раз приду и такой, блин, пацаны, там чуть сифа не сделай. Да. Короче, там у всех где-то по 600-700 просмотров. Да, я знаю, еще будет. Я надеюсь победить этот рекорд. Хотя, вряд ли. У меня канал существует три года. У меня были даже известные ребята разные. И гости прикольные. И качество нормальное. Ну, все хорошо. Но никто нихуя смотрит. Блин, ну, я рад, если честно. Да. То, что у тебя все плохо, это значит, меньше людей узнают, что я долбоеб. Надеюсь, этот подкаст проверит миллион. И все узнают. Вот, вот из этого я нарежу. Я продам квартиру и вложу деньги в таргет. Я нарежу просто вот так промо. Я долбоеб. Я долбоеб. Я долбоеб. Буду зеркалить, чтобы ты сделал. Я долбоеб. Я долбоеб. Это будет и подкаст. И потом добавишь вообразительную тонацию. Я долбоеб. Как этот этим автотюн докидывают. Потом попрошу Энджойкина сделать песню. Я долбоеб. В общем, спасибо тебе, что пришел. Мы сейчас едем выступать с стендапом в нашем городе. И мне кажется, что плеяда гостей виноградного подкаста комиков пополнилась еще один. Виноградный подкаст завял. А я считаю, что она пополнилась еще одним прекрасным гостем. Блин, нуль стец. Да. Я сейчас заплачу. В общем, лайки хотите ставьте, хотите не ставьте. Хотите подписывайтесь, хотите не подписывайтесь. Но ходите на стендап. Это лучше, чем смотреть, что там у хохлов. Это был виноградный подкаст. Всем пока. Тоже попрощайся. До свидания. Всего доброго.